Ну и прямо сейчас у нас есть возможность узнать мнение Дмитрия Яроша, лидера правого сектора. То, что было во вторник под Верховной Радой, как он это оценит? И скажите, пожалуйста, как вы это оцените? И по-друге, какая роль ваших парламентов в том, что происходило под стенами парламента? Доброго вечера. Суть в том, что, я думаю, нужно разделять определенные те заходы. Сначала я чувствую, что шло все про бунт под администрацией президента, потом шло все про акцию под Верховной Радой. Правый сектор, правда, не брал участие в тех событиях. И мы проводили свою акцию разом с батальоном АЗОВ в вечер, в тот же день. И она, как вы видите, обошлася без любых провокаций, без любых вещей. На мой взгляд, та молодь, которая выступала под Верховной Радой, возможно, даже не была спровокована. Я там тогда не был, не могу оценювать эти события. Пане Ярошу, а можно прямое запитание? А тогда, на вашу думку, кто это организовал? Кто стоял за этим? Так, так. А на Банковой? На Банковой отстеживаются все-таки российские следы. Я думаю, что под час боевых действий организация таких заколотых военнослужащих – это реальный злочин против государства. И в тот момент, когда наши хлопцы проливают кровь, кто-то требует дембеля. Это суперечит любым правилам ведения войны. И, понимаем, что государство мает очень жестко реагировать на такие события. Дякую за разговоры, дякую за ваш комментарий.